Плывут 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 седые паруса торжественно чисты, Я, как мальчишка, погружен в мечты, мечты, И, уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту не в силах Ветра превозмочь, прочь, прочь, прочь. Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляю вас, капитан Григорий, с ладожской кругосветкой, которую вы совершаете. Я неоднократно ее совершал и могу сказать, что это величайшее удовольствие пройти по периметру Ладоги и посмотреть все эти красоты, которые недоступны очень многим. И не каждый в состоянии это сделать. И то, что вы сделали, вы молодец. Вы не только построили и спроектировали катер, но вы еще и на нем рискнули пройти открытой Ладогой и стали не просто капитаном, а капитаном открытой Ладоги. Это очень серьезное звание. Спасибо, спасибо. Что нужно, чтобы отправиться в дальние походы? Нужно осуществление мечты, создать проект, построить корабль, разобраться самому во всем и отправиться к дальним берегам, например, вокруг Ладожского озера. 19 октября 2017, спуск 1 на воду. Джентльмены и пёс собираются в путешествие. А третий джентльмен кто у вас? Не знаю, это как в трое лодки, не считай о собаке. Вот куда столько людей. Тяжелая работа таскать. Тяжелая работа, отправляться в путешествие. А если на год, то сколько? Мы с Гришей уже сказали, что как будто кругосветку идем, либо навсегда. Представил, как этот Федоров загружал свой этот самый катер. Федоров это кто? Федор Конюхов ты хотел сказать. А, Федор? И вот нас Ладога встречает. Волнами, как обычно. У нас же Ладога не может без волн. Нас расколбашивает потихоньку. Переходим бухту Петрокрепость. Находим мы на створ кабоны. Глубина 0,5 метра. И камни. Буев нету, ничего нету. Кто-то поставил вот такую красную бочку, чтобы обозначить косу каменная. Проходя по каналу, мы встречали огромные корабли, которые ходят еще со времен Советского Союза. Настоящая ностальгия. К сожалению, новых судов мы не встречали. Судов становится все меньше и меньше. Опять долгая волна. Тоже от сторону приедет. Догнали мы пароход, с которым будем проходить на Владыжскую лаву. Сейчас так пойдем с ним вместе. Лавы это такие наплавные мосты, которых на протяжении Навлаженского канала находится 6 штук. И они открываются по времени. В 16 часов и в 9 часов утра. Два раза в сутки. Соответственно, надо планировать свой поход по их времени раскрытия. Либо найти корабль, который будет открывать вам все эти лавы. Такое у нас бодрое утро. Разбудили нас тем, что открывает лаву, потому что идет судно. И мы, соответственно, за полтора часа до открытия лавы все-таки ее прошли. Ура! Ура! Такое бодрое утро. Двигаемся дальше. Нам осталось 60 километров из Свери. Здесь у нас готов завтрак. Такой неплохой завтрак. Спасибо. Уже? Да. Отдельное спасибо Поку и первому помощнику. Очень вкусно. Очень вкусно. первая щечка у нас на подожди-то складывать но хорошая рек с твоей стороны она всегда зашла такая жарешная одна есть хорошую за килограммчик по карте тут написано что вот это все это озеро а на самом деле тут несколько проток по которым течение идет а все остальное просто заросло камышом вот это мы забрались местечко шириной скотвора навигатор так проходим глубина при этом полтора метра под нами мы просто притык идем к мышам точно как на волге ощутились здесь дальше какие-то раскаты вот это да красотища ребята 5 утра у нас будильник прозвучал в стиле камыш нас занесло в камыш и мы двигаемся дальше выходим на остров мотницари здесь друзья мы видим редкое действие на ладоге штиль когда вода соединяется с небом это бывает крайне редко на ладоге потому что ладога любит любит штормить но редко все таки бывает такая прекрасная прекрасная погода которая дала нам пройти 120 метров палатки до острова мотницари ребята мы уже на территории карелии ура подходим к ланцу к реке алонка ура люди какие-то ланецкие рыбаки да кстати мы проходим ланец сейчас появился южный маяк в острове мотницари сейчас мы до него дойдем и заберемся на маяк ребята вот я высадил все на пляж каменный хорошо что у нас есть лодка потому что просто не подойти сплошные камни такое вот место сейчас пойдем на маяк маяк похоже не работает двери сломаны что у нас тут у нас полная темнота ну вот мы подзветим дорогу маяк маяк весь расступается маяк попросту будем пролезть в еще одно одно помещение вообще хотя железо получим на сухо все-таки работает стекол нету уже ничего нету а маяк работает окажется к маяку когда-то была сделана бухта видимо сюда подходили корабли в насыпи возили грузы конечно виды здесь красивые с маяка можно хорошо рассмотреть ладожское море да да именно море так как ладога относится к морской навигационной системе мамс растянулись на 10 метрах от берега от плята нашли местечко где можно подойти ну что виктор за грибами вперед у нас тут смертельный номер замена масла в полевых условиях все это сделать наше масло нужно менять уже прошел больше ста часов сейчас сделаем ну что ж операция прошла успешно ни одной капли масла не попало в воду все старое масло мы заберем с собой наше любимое бухта на матерцарь социально у а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Ну, тесновато, я бы сказал. Какие-то ворота тут раньше были. Ребята, мы пролезли под мостом. Ура! Теперь есть надежда, что мы дойдем до второй бухты. Ребята, мы забрались в центр Валаама. Находимся посредине острова. Здесь классные места. Швартовка только по благословению. КОНЕЦ А мы все идем по центру острова Вау. Сейчас будем искать выход в протоку и пойдем на подзаре опять. Сплошные камни. Влево? Надо одевать сапоги и идти тащить пешком. Кремноватый, среди камней. У нас, конечно, маленькая осадка, но камни напрягают. По старту. У нас качает топливо. Бурлаки на валами. Послужило вам судно. Послужите и вы судно. Вот таким мелким каналом заканчиваются развалы в центре Влаума. Как это называется, интересно, геологические разломы? Наверное. В темной коре. Сейчас делаем ставки. Выйдем мы отсюда или нет? Что-то дальше еще мельче. Витя, берем лопату и копаем фарватер. А лопата-то есть? Вот второй вопрос, да? Ну, пойдем к монахам за лопатой. Ну, у них тогда взяться должна быть. Еще от зэков, наверное, остались. Ох, как грубо. Поехали по песку. Ну, зимути и пески проваливаются. Ну вот, вон Ладожское озеро. Сейчас так и пойдем до Пуцари. Бензин же надо экономить. Тяжелый проход, но мы все-таки выбрались. Теперь уже вот открытая Ладога. И при этом я не выпил ни капли рома. А вот и до свидания в Аллаам. Здравствуй, Пуцари. Вперед, через море. Здесь чуть сзади, посередине фарватера, лежит камень, на которой сидит чайка. Так что, если будешь сюда заходить, очень аккуратно посередине лежат три камня огромных. В который можно въехать прямо за этими двумя створами. Мы все-таки решили пошуртоваться, чтобы осмотреть маяк. залезть туда. Маяк стоит на такой скале. И что здесь кто-то начинал? Интересно. Какая-то дырка наверх. У нас сейчас вниз до свили. Когда-то здесь, на острове Пуцари, были каменоломни. Эти пять маяков обозначали вход для судов, которые шли на загрузку камнем. Сортовались рядом с катером Айхо. Леонид Григорьевича. Сейчас пойдем на берег. Ну вот, мы добрались наконец-то. Приветствую. Леонид Григорьевич. Будем отмечать завтра 50 лет походов по Ладожскому озеру. Да, и 41-е годовщина, как первый поход ушел Айхо. Айхо. Почему отмечаем 10-го августа? Первый поход Айхо ушел 10-го августа 79-го года. Айхо это катер. Да-да, мы же уже показали, знаем все. Вот и рулим и снимаем. Все сразу. Правильно. Подходим к берегу. Все наши. Все едем на остров. Айхо. Айхо. Юбиляра. С 50-летием походов по Ладожскому озеру. Уполняю срочное задание по подготовке дров для того, чтобы докипятить чай. Здравствуйте. Леонид Григорьевич, поздравляем вас с 50-летием походов по Ладожскому озеру. Ну, спасибо. Дайте я вас всех, дорогие, расцелую. С праздником вас. Спасибо. Это сразу закуски. Да, я так пискарю. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Это нужно взять. Я с глубокой благодарностью обращаюсь к вам за то, что вы пришли на мое 50-летие, на 50-ю навигацию хождения Палады. Значит, торжественное собрание по поводу этого мероприятия. Предлагаю начать и углубить посредством разлива алкоголя и уничтожения закусок, которые сотворили все коллективно общим трудом. Сочтем за честь. Делегация, с поздравлениями. Девочки, девочки, на, ты-ка, ко мне, девушка, ко мне, все ко мне. Так, целовать с троем или по очередной? Один с троем. А сейчас главное, что мы хотели тебе сказать. Капитан, капитан, улыбнись. Капитан, капитан, распрямитесь. Ой, капитан, капитан, отожмитесь. Только смелым покоряется она. Помощь поднять не за меня, любимого, а за молодежь, которая достойна нас, ветеранов, которая продолжает наши традиции, которая ходит по Ладоге, которая воспитывает детей так, как положено. Вот, за вас, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok One Step at a Time So life ain't easy, yo. The bad for the good in my head When I'm lost, uh, yeah So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time It's how you operate a cadence The flow, you grow, you show yourself A foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it Cause the sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up Today's gonna be a good В хорошей компании время проходит незаметно Никто не мешал нам веселиться до самого утра Отмечая 50 лет походов по Ладожскому озеру Леонида Григорьевича Вдумайтесь, ребята, в эту дату Ну ты доешь, зажигаешь В этот тихий вечер мы еще не знали, что завтра утром нас разбудят по команде Утонул катер, и мы пойдем его спасать Всем доброе утро У нас тут на стоянке ЧП На соседней стоянке у Коли утонул катер Сейчас идем вручать его Вообще сейчас такой был ливень страшный Затопило тут все Ну и штормит на той стороне острова И соответственно там утонул Не успел уже, повернусь туда Сейчас еще зальет так Давай нос повернем Заливает с борта Слабый, слабый Да, хорошо, здорово Да, хорошо, здорово Да, нет, нет Слышь, не идут Да, да Да, да Есть Есть Вот так нормально Дальше можно качать Недр катера Скажи пару слов Пару слов, почти спасли катер Ребята с 12 ночи уже его Таскают То есть сколько часов Все уже удолбались Да, да И Леша сказал Ночью такая была волна Что это сейчас стиль просто Волна полностью захлестнула через нос И считай вторая волна утопила катер Да, это они ночью его сюда подкащили На спасение бустера Навигатор пошел на спасение Да, да, знаю И сейчас музыку от этого чип и дейл Та-та-та-та Сейчас подойду поближе Есть Тамаран спешит на помощь. Они что-то нам кричат, но я не понимаю ничего. Наверное, он говорит якорь поднимать, а не так. В операции участвуют капитан Григорий, Виктор, Алексей. Вот он сейчас в воде, брат Леонида Григорьевича и Николай. Виктор, выходи! КОНЕЦ 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 Инвегатор скачет. Субтитры создавал DimaTorzok Все, скидывай. Ну что ж, отправил я всех в заливе Морелахти на машине. В Кортеле. Теперь идут дальше один. Осталось еще, наверное, кензов 300. Чтобы пойти воду в Латвии и замкнуть круг. Вот появился остров Каесари. И один из трех его песчаных пляжей. К сожалению, у нас времени уже не осталось, куда заходить. Сейчас берем курс на Каневец. На юг. Потому что завтра обещают шторм. И желательно до него успеть дойти. Но остров, конечно, очень красивый. Мадага совсем разошлась. Надеюсь, даст хоть дойти до Каневца. Осталось 20 километров. Ушел. Что-то с прогнозом не то. Шторм выкулялся окончательно. Еще 13 километров до бухты. И назад уже поворачивать. Спыслу нету. Ох, жень какая-то. Ладожский озер не собиралась отпускать меня просто так. И на обратном пути она решила испытать катамаран-навигатор на прочность. А заодно и его капитана. Все, наконец, вцелить пару дней. До следующего стиля. Все это военная территория. Стоять здесь нельзя. Попробуем в заправке спросить. Что-то мало шансов тут постоять. Погоже. Вместе с этой Владимиром. Там тоже поспорить. И вот, наконец-то, я пошвыртывался. Прямо рядом с заправкой. На заправке спрашиваю, можно ли встать. Встали, да, пожалуйста. Так что заходите, заправляйтесь на эти заправки. Такой здесь современный прищельщик. А до этого подошел к военным. Вот здесь военные стоят. Они отказались. Сказали, что вставать нельзя. На следующий день я вышел из бухты Владимирская, чтобы продолжить свой круг вокруг Ладожского озера и замкнуть его сегодня. Но это оказалось тоже непросто. В этот день ветер усилился еще больше. И под мысом море меня накрыло три самые большие волны за все путешествие. Они были выше рубки катамарана. Пришлось очень хорошо рулить, чтобы обойти эти волны. Плывут седые облака в лазурь и высоты. Я, как мальчишка, погружен в мечты, в мечты. И, изменяясь на лету, уходят облака в мечту. Они плывут, как сны, точь-точь, прочь, прочь, прочь. Плывут седые паруса торжественно чисты. Я, как мальчишка, погружен в мечты, мечты. И, уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту. Не в силах ветра превозмочь, прочь, прочь, прочь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наталья булка, как мальчишки. Теперь это все, как мальчишки, Торзок выходит на землю И, по-моему, что зла подходит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...